всем привет я елена руденко мое магическое имя волтея в этом видео я не буду рассказывать о своем салоне магии перечислять эзотерические передачи и шоу в которых я принимала участие как эксперт о моей работе на спецслужбы у меня много учеников и много желающих учиться магии но я не успеваю всем уделить внимание в реале я решила безвозмездно делиться своим опытом онлайн гадать на таро может научиться любой человек вам не надо оплачивать даровостоящие курсы достаточно посмотреть мои учебные видео для удобства я на своем youtube канале ангел 50 на 50 демон сделала отдельный плейлист таро уроки магии колода таро райдера уэйта вышла в 1910 году эти карты начали использовать в качестве монтрического инструмента для предсказательных практик авторы колоды британский писатель и оккультист артур эрдвард уэйт и английская художница помела колдман смит первым же издателем этих карт стал житель лондона уильям райдер как можно догадаться именно поэтому колода носит такое название райдеру это артур уэйт был хорошо известен в эзотерических кругах англии он посвятил изучению символики таро много лет и один из первых высказал идею о том что в этих картах заложена особая мудрость которую и можно использовать для предсказания будущего колода райдера уэйта произвела настоящий фурор она быстро распространилась по миру и до сих пор занимает лидирующие позиции по продажам в мире насчитывается более 100 миллионов копий этой колоды как правило в классической системе таро всего 78 карт в колоде 22 из них относятся к старшим арканам а 56 младшим основная особенность колоды райдера уэйта заключается в том что артур уэйт решил проиллюстрировать все карты они только те что относятся к старшим до этого считалось что младшие арканы карты представляют собой лишь сочетание масти и цифрового обозначения что касается мастей и в колоде 4 каждая из них представлена вполне привычными нам номиналами тузом двойкой тройкой и далее до десятки а также придворными картами пажом рыцарем королевой и королем жезлы их стихия огонь они отражают энергию активности и деятельности часто символизируют страсть и импульсивность нередко знаменует начало нового жизненного этапа мечи эта масть связана со стихией воздуха она олицетворяет силу человеческого разума как и жезлы мечи предполагают активность и устремленность только в этом случае эта энергия скорее направляется на коммуникацию и связь с людьми кубки или чаши символизируют стихию воды это постоянное движение непостоянство и изменчивость целый спектр чувств которые словно вода перетекают из одного в другое пентакли или монеты они относятся к стихии земля и символизируют материальную часть жизни недаром знак этой масти пятиконечная звезда она обозначает целостность человека соединение его духовной и физической частей